Как вам пришла идея, как вы его сажаете, каким-то там концом, каким, в общем, вот это все толкости. Мне как всегда растеет вот это авокадо. Я знаю, что это очень полезно. Вот, когда я кушаю авокадо, очень люблю и знаю, что авокадо, а косточку я не бросаю. Просто положиваю вот этот грунт, и вот это начинается растеть. И все. А это его один месяц. Вот за один месяц был Ахмад, он был в такой состоянии. А у вас еще есть выбор еще? Да, у меня есть авокадо, который три лет у нее. Зимой это нехорошо оставить в саду, надо привезти в дом. А когда в лето, вот это хорошо. Оставить в это место. А до плодов доходили? Нет, нет, нет. Я на нем, ну не думаю, что-то я... Вот, я просто использую как это декоративное, потому что это всегда вечно зеленое. Ну, может быть. Как декоративное, да, да. Скажите, а когда вы первые вырастили? Первые, когда? Это уже несколько лет. Три года назад. Три года назад. Это сколько всего вы деревьев делили? Мне много. Много, да? Да. Когда я кушаю авокадо, просто не бросаю их, астачка. Просто косточка поражает. Да, просто паузка. У меня тоже косточка сидит там в земле и сидит в себе. То есть, какой секрет? Как у вас прорастает? Вот, когда я вижу, что если один месяц не растеет, тогда я теряю немножко, но очень осторожно. А, трескаете, да? Да. Если вот это очень важно сделать, это будет открыто. Вот тогда это плохо. Плохо, да. То есть голое зерно, это семечка нельзя? Нет, нет, очень немножко. А когда вы это делаете? В какой период это? В сентябре? Нет, это всегда. Всегда? Всегда. Когда дома авокадо. Когда дома авокадо, да. То есть вы авокадо не едите, вы их себе сажаете? Да, да. А я тоже слышала, что... А я тоже слышала, что... А ты тоже слышала, что листечка авокадо тоже очень полезна. Вот я никогда не сделала. Вот интернет искаю. Вот я думаю, что это сделать, вот чай. А-а-а. Вот это очень. Что как в авокадо полезно, это тоже полезны вот листечки. Интересно. Лучше пишется тоже, что авокадо, косточки-то они ядовитые? Нет. Косточки-то никто не предлагает. А есть некоторые люди, что я слышала, я их извините на время, которые... Да? Кучки-то, где же, да? Потому что там сложный внутренний процесс от подготовления, но в итоге, да, получается, что-то типа, что-то полезно. Да, и на следующую выставку надо придумать какие-нибудь экзотические вот такие, потому что я не знала, что такой экзотический у нас будет представлен экземпляр авокадо выросшимые уже. А я тоже слышала, что есть такие люди, и увидела в интернете тоже. Есть некоторые люди, которые кушают калкасточки. Да, калкасточки. Это тоже зумно, а не полезно. Скажите, пожалуйста, что вы еще выращиваете? Вот цветы у меня есть орхидея. Орхидея, да. У меня очень... Много? Нет, не много, очень мало цветов. Нет. Я люблю цветы. Нет. Ну, на следующую выставку готовьте какую-нибудь орхидею интересную. Вот с Галей вы можете проконсультироваться. Она знает об орхидеях все, по-моему. Ой. Да, вот. Замечательно. Все. Какой высоты, как большой вырастает этот экзотический у нас? Потому что это три года. Вот этот... Нет, это один месяц. У меня три года вот такая. Это месяц? А-а-а-а. Уже как-то... Это был месяц всего? Это только месяц. Какая-то месяц. Да. Нет. Вопросы есть еще? А как часто поливать? Они любят воду? А когда вы видите что-то сухое, тогда вы... То есть не надо... Да. Нет, нет. Часто не в час. Ну, так часто. Ну, да, уж тропическое. И, собственно, вырастает, значит, как большое дерево токстое. И на нем авокадо, без всякого фрукта. Да. Вот это есть я. Вот это похоже на яблочное дерево. У меня не такое сейчас. Замечательно. Да. У вас в комнате, да, стоит? Или на балконе где-то? У меня тоже есть садь. Но это небольшая, очень маленькая садь. Вот сейчас я поставила садь. Но когда зима придет, тогда я поставлю в дом. Все ясно. Замечательно. Ну, просто спасибо вам большое. Прекрасно. Ну, видите, мы так постепенно переходим от цветов к овощам. И у нас сегодня выставляют свои экземпляры известные овощевод на нашей выставке Оксана Гули. В прошлом году попробовали помидоры те, кто были. И вспоминают и сейчас, что были очень вкусные помидоры. А когда я поставила Оксанину фотографию, мне аж писали, это где вы набрали такие крашеные, что ли, помидоры, потому что фиолетовые, черные. Я говорю, нет, это все натурально. Оксана работает в университете. Она сейчас расскажет, как она на маленьком огородике, сделанном чуть ли не вручную, не буду опережать, она выращивает помидоры. И не только помидоры. Вот ее опыт интересен для тех людей, у кого совсем маленький садик или балкон, и все равно, тем не менее, можно это выращивать. Съедобные, совершенно плоды. Мы их сегодня попробуем, да, Оксана? Попробуем, конечно. Пожалуйста, Оксаночка. Спасибо. Здравствуйте всем. Здравствуйте. О, тут желтый. Я думаю, все посмотрели на помидоры. Я вот, давайте его просто... Да-да-да-да-да-да. Помидоры, да, действительно, они разноцветные. Это разные сорта, и вам сейчас будут показывать и рассказывать, какие сорта. Да, фиолетовые даже есть, да. Вот, фиолетовый, ням-ням, да. Ням-ням, да, нямки уже сфотографировали. А этот желтый-то какой? Желтый, да. Какой-то сорт, да. Я сейчас расскажу. Так, давайте сначала слушаем, потом знаем вопрос. Почему? У меня тоже есть маленький садик, он больше как патио. И по краям садика такие небольшие грядочки. Ну, и там в основном у меня цветы дома. Но на работе в университете у нас несколько лет назад началась инициатива. Я работаю в университете, который называется Queen Mary. И у нас инициатива началась Green Mary. То есть зеленая Mary. И сейчас я уже дослужилась до, так сказать, начальника огорода. Эта инициатива прошла от нашего профессорского и, так сказать, административного состава наших служащих. Когда говорили о том, что надо уменьшать нашу карбон-фудпринт, что называется, и показывать нашим студентам, как вообще, потому что некоторые студенты даже не имеют понятия, как растут помидоры. Ну, не только помидоры, вообще не имеют понятия, как выращиваются овощи, откуда идут травы. Потому что многие очень урбанизированы, скажем так, выросли в городах, покупают все в супермаркетах уже, так сказать, упакованы, очищены и так далее. То есть и когда началась эта инициатива, нам сказали, кто хочет отвечать за грядочку. Грядочки у нас сделаны примерно 3-4 метра в длину и где-то сантиметров 70 в ширину из такого материала, вот как этот дек. И они высотой примерно вот так. И стоят несколько рядов вот этих грядочек. Каждая грядочка разделена на плод.